Говорит Черкесск В студии с главными новостями Республики Руфина Ковалева. Сегодня в выпуске. Рашид Темрезов дал поручение закрепить социального работника за семьей каждого призванного военнослужащего. В поселке Медногорском открыли памятную доску Владиславу Брюханову, погибшему при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине и посмертно удостоенному Ордена Мужества. Более 65 тысяч жителей Карачаевой Черкесии получили прививки против сезонного гриппа. Итак, главным новостям. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Темрезов провел оперативное совещание по вопросам реализации указа президента о частичной мобилизации. Военком Республики Сергей Белобородов доложил о ходе призывной кампании. Председатель правительства Мурат Аргунов проинформировал о результатах работы по централизованному приобретению дополнительного снаряжения для мобилизованных. В дополнение к общему списку снаряжения Минобороны по поручению главы правительства Республики приобретают теплые вещи и обувь, спальники, аптечки с расширенным списком наименований. Рашид Темрезов также дал поручение за семьей каждого призванного военнослужащего закрепить социального работника, который будет находиться в постоянном контакте с семьей. Будет содействовать решению бытовых социальных вопросов особенно малоимущим семьям и семьям, где болеют дети или пожилые родители нуждаются в постоянном уходе. Должен быть разработан реальный механизм социальной защиты и помощи этим семьям. Главы муниципальных образований должны держать эту работу на особом контроле, подчеркнул Рашид Темрезов. Рашид Темрезов также провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Республики Наурузом Лепшоковым, который был назначен на эту должность указом президента страны в августе этого года. Обсуждены различные вопросы деятельности судебной власти на территории Карачаева-Черкесии, в частности, взаимодействия с органами государственной власти и исполнение поручений, озвученных президентом страны на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации. Председатель Верховного суда Карачаева-Черкесии Науруз Лепшоков также озвучил основные приоритеты в работе по дальнейшему укреплению авторитета судебной системы республики. Это информационная открытость, применение различных информационно-технологических решений, постоянное повышение квалификации судей различных инстанций. В поселке Медногорском открыли памятную доску Владиславу Брюханову, погибшему при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине и посмертно удостойному Ордена Мужества. Доска установлена на здании лицея, где он учился. В памятном мероприятии приняли участие родные и близкие военнослужащего, представители районной и местной администрации, учителя, школьники и юнормейцы. Владислав погиб в начале марта этого года при исполнении служебного долга в поселке Николаевка Херсонской области, проявив мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Собравшиеся минутой молчания почтили память погибшего и возложили к мемориальной доске цветы. В день сотрудников ОМОНа, замначальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии полковник полиции Эдуард Чумаев и начальник отделения кадров терроргана полковник полиции Мадина Каблахова поздравили бойцов ОМОНа «Мустанг» с профессиональным праздником. Полковник полиции Чумаев поблагодарил сотрудников отряда за добросовестную службу, преданность своей профессии и пожелал крепкого здоровья и успехов. «Вы – пример мужества и стойкости, преданного служения нашей Родине и ее народу. Вы вносите значительный вклад в борьбу с экстремизмом и терроризмом. Охраняйте покой сограждан», – отметил полковник полиции Эдуард Чумаев. «Отличившимся бойцам были вручены почетные грамоты». Отделение Народного фронта Карачаевой Черкесии направило очередную партию гуманитарной помощи жителям Луганской Народной Республики. В этот раз отправили детскую мебель, инвалидное кресло, предметы личной гигиены и многое другое. Груз сформирован при спонсорской поддержке. Так, новые детские двухъярусные кровати для многодетной семьи из Луганска предоставила мебельная фабрика «Смирнов мебель». Жительница Черкеска Нина Государева предоставила инвалидную коляску иконой сборники стихов. Подробную информацию про акцию можно получить на портале победа.онф.ру. Все желающие могут принять участие в сборе гуманитарного груза. Пункт сбора помощи находится на базе регионального отделения Народного фронта в Карачаевой Черкесии по адресу город Черкесск, улица Ленина, 34. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона с начала года приобрело 30 квартир для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Всего за текущий год будет приобретено 40 квартир. Жилые помещения переданы в республиканскую казну на баланс Минимущества для дальнейшего предоставления детям-сиротам. 30 квартир сейчас получат дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья. Они первые в очереди на приобретение жилья. На сегодняшний день в списке детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, специализированного государственного жилищного фонда состоит 644 человека. В Черкесске продолжается реконструкция торговых точек на остановках общественного транспорта. Полностью готовы два объекта. Работы продолжаются на 17 из них. Большинство точек расположены по проспекту Ленина. В едином стиле планируется также оформить торгово-остановочные комплексы по улицам Октябрьской, Ставропольской и другим. Работы ведутся в рамках мероприятий по улучшению внешнего облика города. Типовой проект разработан по поручению мэра Черкеска. Он предусматривает использование только сертифицированных материалов, имеющих качественную и прочную окраску. В Карачаево-Черкесии продолжается прививочная кампания против сезонного гриппа. На сегодняшний день прививки получили более 65 тысяч жителей Карачаево-Черкесии, из них 20 075 человек – дети. Всего в наступившем эпидсезоне для создания коллективного иммунитета, препятствующего активной передаче и распространению гриппозной инфекции, предстоит привить около 60% населения республики. Штаммовый состав вакцин для нового эпидсезона немного изменен. Периодическое обновление вирусов, содержащихся в вакцинах против гриппа, необходимо для сохранения их эффективности, поскольку вирус постоянно эволюционирует. В целом в республике эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышены. Зарегистрировано 1227 случаев заболеваний ОРВИ. В сравнении с предыдущей неделей прирост составил 19%. На территории поселка Архыз прошло оперативно-профилактическое мероприятие в сфере безопасности оказания услуг туристам. Сотрудники полиции проверяли техническое состояние транспортных средств в повышенной проходимости, задействованных в пассажирских перевозках по пересеченной местности. Также автомобили, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД, выявлено 28 административных правонарушений. МВД Покрачаева Черкесии обращается к жителям и гостям республики. При намерении осуществления экскурсий и экстремальной поездки на внедорожниках убедитесь в том, что это безопасно. Требуйте у перевозчиков, чтобы автомобили были оборудованы ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами. Проверяйте разрешение на перевозку пассажиров и наличие лицензий на данный вид деятельности. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в рамках социальной программы получили от оператора связи МТС 50 современных GPS-трекеров, которые помогут обеспечить безопасность туристов и альпинистов. Вручение умных приборов прошло на станции Горобаши, где установлена самая высокогорная в России вышка сотовой связи. С помощью умных трекеров в случае происшествия или чрезвычайной ситуации они смогут отправить сигнал с просьбой о помощи, а спасатели получат точные координаты с местоположением туриста и оперативно смогут оказать помощь. С началом отопительного сезона сотрудники Главного управления МЧС России по Крачаевой Черкесии проводят подворовые обходы в жилом секторе. В эти дни инспекторы территориального отделения надзорной деятельности по Урубскому району организовали инструктажи с населением станицы Преградной. В отопительный сезон в регионе возрастает риск возникновения пожаров в жилых домах. Участники профилактической акции разъяснили жителям основные правила пожарной безопасности в осенне-зимний период. Проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности администрации поселения проведена в Адагихабльском сельском поселении. Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Адагихабльскому и Ногайскому району проверили документацию по пожарной безопасности, системы и средства оповещения автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения, их расположение и исправность, а также планы эвакуации, комплектацию пожарных счетов и пути подъездов пожарных расчетов. С сотрудниками было проведено занятие на противопожарную тематику. С 10 по 14 октября в Центре «Мой бизнес» пройдет обучающая программа «Школа предпринимательства». Особенностью обучающей программы «Школа предпринимательства» является получение участниками практических инструментов для создания и развития бизнеса. В ходе школы участники разберутся в анализе бизнеса, в тонкостях управления предприятием и человеческими ресурсами, маркетинге, калькуляции себестоимости, бухучете и многом другом. Для записи звоните по номеру 8-928-033-3107. На Медовых водопадах при поддержке главы республики в юбилейный десятый раз отметили праздник Айрана. Традиционный международный фестиваль карачаево-балкарской культуры собрал около 5000 гостей из разных регионов страны. После официального открытия участников пригласили отведать Айран, приготовленный по старинному национальному рецепту из 500-литровой чаши. В рамках фестиваля для гостей были организованы мастер-классы по изготовлению традиционного карачаевского Айрана, балкарских и карачаевских хачинов, отведать который мог каждый желающий. Кроме того, прошли выставки, ярмарки, вязаных шерстяных изделий, платков, национальной одежды, кузнечных изделий и карачаево-балкарских ножей. Праздничную атмосферу поддерживали яркие концертные номера национальных коллективов Карачаевой Черкесии и Кабардино-Балкарии. По сообщению синоптиков, сегодня по республике облачная погода, местами дождь в отдельных районах сильный в сочетании с грозой и подъемом уровня воды до неблагоприятных отметок. Ветер западный 6,11 метров в секунду, температура воздуха 13-18 градусов тепла. В горах местами 8-13 градусов выше нуля. В Черкесии дождь, ветер западный 6,11 метров в секунду, воздух прогреется до 17 градусов. Послушайте штормовое предупреждение. В течение суток 5 и 6 октября на территории Карачаева Черкесии местами ожидаются сильные дожди с грозой и подъемом уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход сели малого объема. Это были все главные новости Карачаевой Черкесии. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Субтитры создавал DimaTorzok